Может ли женщина-карьеристка быть по-женски счастлива или для этого нужно стать слабой? А если не имея права на это, за себя и за детей в ответе, я одна, и не имея права снизить качество их жизни? Ну я так понимаю, что мы с постоянством с вами общаемся, по крайней мере, из-за согласного вопроса. Ничего нет плохого в том, что женщина пытается стать личностью, быть классным, достойным профессионалом. В нонешних современных реалиях это не только приветствуется, но это еще и очень достойно продвигается. Но это только работа, это только профессиональные качества, это те ваши усилия, те ваши знания, которые вы хорошо, просто, безэмоционально, с достаточным профессионализмом научились применять, и люди вам за это платят деньги, потому что вы это делаете лучше, чем все остальные. На работе нет мужчин-женщин. Это такая условная дискриминация для того, чтобы потешить свое пресловутое самолюбие начальника. И плюсом присутствует определенная ментальность, ну так, вроде молчаливое согласие большинства. Но когда вы заходите домой, кто вам мешает быть женщиной? Кто вам мешает не то, чтобы быть слабой, а именно женщина, которая в своем доме занимается своими делами? Вот ужас в том, что мы там пойдем, чему-то научимся и вложимся, как положено, а потом приходим и начинаем этим водаться. Вот это уже не умение быть женщиной. Вы можете зарабатывать сколько угодно, много, очень много, но это не должно влиять на ваши женские, чисто природные качества. И если вы пытаетесь это поставить впереди себя, заявляя оппозицию, что он не должен соответствовать, значит, в вашей жизни будут только слабые мужчины, потому что вы не себе показываете, не в плане показываете, выставляете на продажу, а в плане позволяете мужчине к вам подойти. Значит, вы, по крайней мере, должны внутренне быть равновешены, спокойны, и очень внимательны, и приятно, чтобы к вам захотелось подойти. И здесь ваша специальность или ваша профессия, ну, вообще никак. Какая разница? Мужчина, правда, подходит знакомиться к женщине, ему на первых порах вообще все равно. Она врач, она там, я не знаю, крутой коуч или какой-то чиновник, или просто предприниматель, или, ну, там, кто угодно, системник какой-то. Вообще, он же не идёт за консультацией к специалисту, он идёт к женщине, которая, ну, привлекательная, которая почему-то тянет, которая очень скромна и спокойна, пока мужчина не скажет, что же сподвигло-то его на такой позиции. А когда вы показываете, выпячиваете свои вот эти вот неимоверные усилия и требуете, чтобы он был соответствовать, это абсолютно мужская позиция. По мужчине судят не по одежде, а по женщине, которая является его женой или спутницей, насколько она красива, насколько она гармонична, насколько она хорошо одета, коли они куда-то в люди выходят. А мужчине это не нужно, у них другие качества, у них другие критерии. А если женщина одевает на себя или выпячивает всё, что у неё есть, она в мужской позиции, тогда она хочет женщину в мужских брюках. Тогда он будет такой хлюпик, такой вот мамкин сын, который говорит, ну, хорошо, я от одной мамки откажусь, я к тебе приду, давай обговорим условия. При чём здесь ваши достижения? Когда вы рожали своих детей, ну, вы ж, наверное, о достижениях не думали. Ваша природа работала, и она с вами была, и есть, и будет. Значит, чуть-чуть попускайте, попускайте чуть-чуть. Значит, присутствует на мужчина обида, значит, когда-то кто-то не принял. Но это же не говорит о том, что все такие.